Самоотвод госадвоката Януковича, обстрел Зайцева и тестовое обещание украинских каналов на Крым. Об этом и не только прямо сейчас. Оболоженские районы суд Киева удовлетворил самоотвод государственного адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечко. Решение зачитал судья Владислав Девятко. Он отметил, что суд не смог заставить адвоката продолжать работу, поскольку это может поставить под сомнение легитимность всего процесса. Напомню, сегодня адвокат Виталий Мешечко отказался от защиты Януковича. Объяснил это особой сложностью дела. Прокурор Руслан Кравченко считает, что такие действия направлены на срыв процесса и его затягивание. Следующее заседание назначили на 6 сентября. Этого времени, по словам стороны обвинения, достаточно для того, чтобы новый защитник успел ознакомиться с материалами уголовного дела. Учитывая особенную сложность криминального производства, я считаю, что с целью обеспечения более качественной защиты Виктора Януковича, я не могу принимать дальше участие в этом уголовном производстве. На основании вышеизложенного прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей. Заслушав мнение прокуроров, исследовав материалы уголовного производства, суд считает возможным признать отказ защитника от исполнения своих обязанностей, поскольку последний ссылается на невозможность осуществлять дальнейшую защиту обвиняемого. Суд специально предоставил данное время, чтобы новый защитник мог ознакомиться с материалами дела. И чтобы уже 6 сентября у него была возможность осуществлять свои профессиональные обязанности. Следует отметить, что экс-президент Виктор Янукович уже три года скрывается в России. В Украине его обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и нанесении ущерба стране на 4 миллиарда долларов. Интерпол поможет Украине в розыске 52 картин музейного фонда, вывезенных в Крым. Ориентировочная стоимость полотен 1 миллион 324 тысячи долларов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Картины также объявлены в государственный розыск. Речь идет о работах художников 18-19 веков. Среди экспонатов мирового значения «Лунная ночь» Ивана Ивасовского, «Дорога в лес» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана. Эти и другие картины должны были показать на выставке в 2014 году в Мариуполе. Впоследствии договор об организации выставки преждевременно был расторгнут, а экспонаты возвращены в аннексированный Крым. Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой области. Это произошло накануне, во время предоставления гуманитарной помощи сотрудниками Международного комитета Красного Креста. Огонь вели из гранатометов по домам мирных жителей на подконтрольной украинской армии части поселка. В результате обстрела возник пожар. К счастью, никто не пострадал. Ранее украинская сторона специального центра по контролю и координации получила гарантии полного прекращения огня на время предоставления гуманитарной помощи. Украинских военных, которые прибыли помочь местным жителям потушить пожар, преступники тоже обстреляли. Зато наши бойцы, понимая, что враг целенаправленно провоцировать противостояние, в ответ огонь не открывали, ведь на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации. Помощь, которая всегда рядом. В Украине начинают действовать центры безопасности на основе местных общин. Для страны это совершенно новая практика, позволяющая гражданам разместить спасателей там, где они наиболее нужны. Реформа стала возможной благодаря децентрализации, а за основу взяли успешные образцы других государств. Черкасская – небольшой населенный пункт в Донецкой области. Здесь живут 4000 человек. Но пожары бывают часто, особенно летом, когда от солнца вспыхивает трава и поля. Раньше вызывать пожарных приходилось из самого Славянска, а это 16 километров пути. Но уже полгода здесь действует своя новенькая пожарная часть. Донецкая область стала пилотным регионом для введения центров безопасности. Первый такой открыли неподалеку, в Красном Лимане. Черкасская община вскоре переняла эстафету и обзавелась вторым в Украине подобным центром. Теперь помощь всегда рядом. На кладбище ездили тушить. И старушка одна закрылась в доме, упала с кроватью. Приходилось ночью, соцработник нас вызывал. Через окно залазили, бабушку спасали. Мы не только пожары тушим, а много остальных работ выполняем по громаде. Начальник караула Владимир Малик раньше кем только не работал. Школьным военруком, водителем-экспедитором, охранником на заводе. Как и для других 16 членов команды, пожарное дело для него в новинку. Все они местные добровольцы. По месту жительства, как сейчас с работой напряженка, по месту жительства нормально. Нравится? График, да. Графику новые пожарные радуются больше всего. Ведь работа сутки через трое. А профессионалы службы чрезвычайных ситуаций, в свою очередь, радуются подмоге на местах. У нас и расстояние превышает от пожарных частей до крайних точек нашего непосредственно района. И как бы мы не успевали даже приезжать непосредственно уже на ликвидацию. Мы их создали, они облегчают нам работу. Радуются близости спасателей и жители поселка. Говорят, раньше ждать приходилось более получаса. Это хорошо, потому что пожара много. Так что, когда дозвонишься, пожар. То воды нет, то еще что-то в машина приезжает, сами тушим. Так что это хорошо. Центры безопасности уже начали появляться и в других регионах Украины. В зависимости от пожеланий общин, они могут иметь полицейский участок и скорую. Финансируются из местных бюджетов. Кроме штатных спасателей, могут набирать добровольцев, помогающих службам на волонтерской основе. Они привлекаются только по звонку, либо по программе мобильной, будет в дальнейшем создано. По принципу будут приходить уведомления, человек будет получать и выезжать непосредственно на помощь. Подобная практика зарекомендовала себя во многих странах. В частности, в Эстонии, Соединенных Штатах, Канаде, Германии и Польше. В Украине подсчитали, для эффективной борьбы с огненной стихией стране нужно около 300 тысяч огнеборцев. Ведь из-за пожаров гибнет более 2 тысяч граждан в год. А экономика государства теряет до 200 миллионов долларов. Любовь Задорожная, Ярослав Матиш, Юэй Ти Ви. Матч седьмого тура украинской премьер-лиги между футбольными командами Мариуполя и Динамо 27 августа может состояться в Мариуполе под наблюдением ОБСЕ. Первый заместитель специальной миссии в Украине Александр Хук согласился стать гарантией безопасного проведения матча в прифронтовом городе. Об этом сообщил украинской правде источник Федерации футбола. Ранее президент киевского Динамо Игорь Суркис отказывался вести команду на матч в Мариуполь. Причины такого решения пока неизвестны. Ранее также безопасность футболистам на мариупольском стадионе гарантировал заместитель главы нацполиции Вячеслав Абройскин. В Нидерландах освободили заложницу, которую неизвестный удерживал на одной из радиостанций города Хилверсюм. Как сообщила местная полиция, по предварительной информации, мужчина вошел в здание около 8 утра, приставил нож к горлу одной из сотрудниц и заставил провести его внутрь. Свидетели также отметили, что человек плохо говорил по-голландски и заявил, что хочет поговорить с кем-то из СНН. Затем он забаррикадировался с женщиной в отдельном помещении. Полиция оцепила здание и проводила переговоры с преступником. Через некоторое время заложница была освобождена. Сообщается, что она не пострадала. Украина открыла базу данных о конечных владельцах всех украинских компаний. Об этом в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, благодаря нововведениям, СМИ и общественность смогут свободно использовать и анализировать открытые данные для публичного контроля, а IT-бизнес создавать новые интернет-сервисы и проекты. Премьер также подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к глобальному реестру бенефициарных владельцев инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции. Эксперты позитивно оценивают этот шаг. В целом, я думаю, что это хорошо. Почему? Потому что бизнес в мире вообще, в любой стране развитый, не очень развитый. Если ему понятны правила игры, он не будет тетаться. Если он понимает, где он должен заплатить, что он должен сделать, какие налоги, какие платы за лицензии, за права, дальше он готов себя раскрывать, платить налоги, создавать рабочие места, обратно в социальную нагрузку и заниматься только своим бизнесом. Поэтому, в целом, для развития предпринимательства это не просто хорошо, это революционно хорошо. Началось тестовое вещание украинских телеканалов с Чангарской телевышки на Крым. С 1 сентября мультиплекс заработает на полную. Об этом сообщил член Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Крымчане уже могут смотреть ICTV, UA Крым, Черноморская ТРК, Пятый и Прямой канал. Вскоре этот список пополнит еще 5 украинских телеканалов, подчеркнул Костинский. Также отметил, что для противодействия Чангарской башне оккупационная власть планирует в 2018 году построить неподалеку Джанкоя собственную и на метр выше. На этом пока что все. Смотрите нас. Больше информации в следующем выпуске. Оставайтесь с нами.